Всем привет, ребят! В этом видео я научу вас использовать сразу несколько иконок в своем приложении, в своей программе. Не важно, кстати, консольная, Windows Forms или WPF, везде принцип будет одинаковый. И зачем это нужно, несколько иконок? Для чего это нужно? Допустим, у вас программа имеет, собственно, расширение, как, например, у Photoshop. У него же своя иконка у Photoshop, как у всех программ, но у него еще есть свое расширение PSD, PSDT и так далее. И там такой листик, если помните, он отличается от иконки Photoshop, в принципе, да? Или, например, PodPlayer, у него нет своих расширений вообще, но он знает, что нужно AVM, P4, MKV, всем делать свои вот эти вот иконочки. Соответственно, мы сейчас будем делать собственные иконки для своего расширения. Первое, что мы делаем, зачем мне рестор, кстати, открыт, ребят? Если вы не смотрели видео о расширениях, ребят, вот сейчас прямо это, если вы кодер, это must-have, вам обязательно нужно перейти в правом верхнем углу по подсказке. Все о расширениях, это видео прямо вот вы обязаны просто посмотреть. Ну, просто не буду сейчас тормозить, давай объяснять, почему я это так именно делаю. Правой кнопкой создаем раздел и называем MyExed. Ну, допустим, мое расширение, так я хочу назвать. Ну, естественно, мы делаем, как обычно, дефолт-айкон, чтобы у него была своя иконка. И в качестве пути я вам укажу пока что к MDXZ, просто чтобы посмотреть, что все работает. Итак, на рабочем столе создаем один TXT, переименовываем его в MyExed. Вот, у нас свое расширение, ну, просто чтобы видеть, да, что-то меняется, не меняется. Замечательно. Давайте сейчас поставим какую-нибудь powershell.exe, обновим иконки. Все. И, как мы видим, теперь 1MyExed, это наше расширение, у нее есть своя иконка. Но Visual Studio не дает нам поменять иконку просто через значок, что бы мы сюда не пихали. И точно так же в конструкторе, если мы поменяем саму icon, это ничего не дает абсолютно. Поэтому нам нужно указывать собственный файл ресурсов. И вот здесь, ребята, самое интересное, как только вы выбираете этот пункт, вы сразу же заявляете о том, вообще студии, что вы будете писать. И сведения о версии, и иконке, и манифест, все это будет делать вручную. Это, кстати, то, что в интернете обычно как раз и не решается. Вот чем ценно это видео, которое вы сейчас смотрите, то, что я показываю, сразу убивают трех зайцев. То, что и иконки, и манифест, и сразу же версии и так далее. То есть в одном этом сразу все объясним, как это правильно работает. Потому что еще раз, студия так вот не дает просто взять и поменять. Итак, первое, что нам нужно сделать. Для начала нужно создать собственный файл ресурсов. Идем в файл, создать файл. Просто выбираем файл. И выбираем здесь шаблон машинных ресурсов. Открыть. И у нас создается файлик, где там в темпе, называется rest-temple1. И это не важно, как он тут называется вообще. Нажимаем правой кнопкой в пустом поле. Сразу говорю, ребят, для тех, кому что-то не видно, сейчас будет очень много всяких таких мелких деталей, которые не видно, не переживайте, я все буду озвучивать. Я все прекрасно понимаю, кто-то с телефона смотрит. Хотя я не знаю, зачем вы на телефоне смотрите, вряд ли сейчас запомните все на телефоне, и дома будет повторять. Но, тем не менее, я буду озвучивать все для тех, кому нужно увидеть, и он не видит, но я буду озвучивать. Нажимаем правой кнопкой в пустом поле, нажимаем добавить ресурс. И здесь мы выбираем айкон. Нажимаю создать. И вот создалась у нас иконка. Давайте ей и D сделаем один. Двойной клик. У нас, собственно, иконочка. Ее можно, кстати, здесь же сразу нарисовать. Например, котенка. Будет у нас такой вот котенок. У него есть нос. Немножко такое вот ушко. Здесь вот у нас усики. И почему-то у нас нет цветов. А где у нас цвета? Загрузить палитру, отразить. А почему-то у нас настроить, загрузить. Интересно. А, обратиться не то. Где-то так вот точно есть. Настройки сетки, текущие. Настройки использовать область. Ребят, а тут цвета должны были открыться. Их почему-то нет. Вот это странно. Так, сейчас, ребят, подождите. Обратить цвета, отразить, не то. А, показать окно выбора цвета. Во. Нам нужно другим цветом, чтобы... Мяу. Был такой вот котик. Все. После чего мы нажимаем сохранить. И после этого мы нажимаем отмена. Потому что рано мы нажали сохранить. Переходим обратно сюда. Нам нужна еще одна иконка. Одну и мало. Второго кота мы рисовать не будем. Просто нажимаем. Нажимаем. Еще раз. Добавить ресурс. Айкон. И теперь выбираем импорт. Теперь уже просто возьмем откуда-нибудь. Еще это у меня из темпа приложение. Мы возьмем откуда-нибудь из системы. Иконку. Иконка. Выбор. Все файлы. Просто чтобы у нас было как-то разнообразие. Помимо котов есть еще и стрелочки. Вообще здорово. Нажимаем сохранить. И вот теперь сохраняем. Обязательно выбираем как файл 32-х разрядных ресурсов. Рез. Такое прямо это название. И название файла в принципе пофиг какое. Может назвать ее рез рез. Я прям пускай сохранит куда хочет. Но хочется наш проект. Ну и пусть. Сохранили. Закрываем. И собственно все. Ресурсы готовы. У нас есть иконки. Но плохо то, что мы не сделали 2А и Д. Чтобы было красиво. Еще раз нажимаем сохранить. Все. Теперь что мы собственно этим добились. Если я указываю файл ресурсов. Нифига ты меня повел. Так. Рабочий стол. Форм апп. Указываю файл ресурсов. И нажимаю собрать. Либо просто запускаю как обычно программа. Она у нас собирается. И не надо отчаять решение. Просто нажали собрать. И вот смотрите. Давайте откроем нашу папку. Где этот проект у нас лежит. Смотрим у нас BIN. Вот пожалуйста котик уже есть. То есть вот я таскаю мышкой и видно иконку. И вот смотрите. У нас есть MyExt. И в реестре мы хотим поставить другую иконку. Во-первых давайте поставим точно путь к нашей программе. Зажатым шифтом нажимаю и копировать как путь правой кнопкой. Вставляем из буфера. Обновим рабочий стол. И посмотрим. Вот у нас котик. Собственно сейчас посветлее куда-нибудь. Вот прекрасно теперь его видно. Но нам нужна вторая иконка. И по фэншую как я и показывал ставим запятую и выбираем индекс. То есть у нас первый код это 0. 0 мы же от нуля считаем. А вторая это 1. Соответственно 1. Обновляем. Смотрим. Все правильно. Вот теперь у нас вторая. Ну и собственно если вы даже например вот Total Commander правой кнопкой смените значок. Обзор. И начинаю выбирать на рабочем столе наша программа. Двойной клик. Вот пожалуйста он видит нулевая иконка и первая. Ну они идут по очереди так вот. Точнее 0, 1, 2, 3. Потом 4, 5, 6 и так далее. Вот у нас две иконки. Все это здорово ребят. Но этим мы не закончим. Кстати зря я его кота удалил. Пускай лежит тут. Давайте он чтобы красиво был. Вернем. Обновим чтобы был котик. Вот все котик сидит. Итак ребят. В чем еще ценность этого видео. У нас сейчас появилась проблема. Второе всплывающее уведомление наверху. Это перейти по подсказке в правом верхнем углу. Посмотреть видео что за манифест. Как это значит стать админом запускать принудительно. То есть вы должны понимать. Я сейчас сразу говорю с теми кто понимает о чем говорю. Если не понимаете перейдите сначала туда. Соответственно у нас проблема что манифеста теперь нет. И мы не можем просто так вот сейчас открыть этот ресурс. Давайте перейдем сюда. Опять наш проект. Берем бросаем ресурс. И соответственно правой кнопкой добавить. А где манифест. Нет такого пункта. И вот это тут ребят проблема. Которая я сейчас покажу как решать вообще в принципе надо. Первое что мы должны сделать вообще. Этот ресурс вообще закрываем. Его не надо больше. Это тоже закрываем чтобы нас это не отвлекало. Файл который у нас лежит app manifest когда мы уже делали админ. Если он у вас есть. Можете вытащить его отсюда. То есть удалить вообще из проекта. Давайте его просто вытащим на рабочий стол. А из проекта вообще его удалите. Все. Удаляем. И теперь мы не работаем как админы. То есть у нас манифеста вообще нет. Ну и соответственно вижу студию не ругается. Почему? Потому что вот видите. Тут раньше был app manifest. А сейчас уже видишь что его нет. Все. Но у нас есть иконки. Итак. Что мы делаем? Первое что мы должны сделать обязательно. Ребята. Тут очень внимательно. Не бросайте drag and drop. В этом первая может быть ваша ошибка. Файл создать. Файл. Вру. Файл. Открыть. Файл. Не drag and drop. Открыть файл. И идете по пути где ваша программа. Открываете свою программу. Именно так. Не drag and drop. Еще раз ребята. Именно так это делать. Не важно опять же vpf, console или windows forms. У вас открывается это окно. Ну и смотрите. Казалось бы. Ну это же то же самое. Ну да. Это тот же рез. Нет ребята. Вот именно так это надо делать. Иначе ничего не получится. Нажимаете правой кнопкой. Здесь добавить ресурс. И говорите import. И в импорте указываем с рабочего стола. Все файлы указываем наш app manifest. И называете. Второй очень важный момент. Просто назвать manifest не прокатит. Нужно сказать ресурс type нижней чертчика manifest. Иначе это не сработает. И это именно так пишется. RT. То есть RT нижней чертчика manifest. Окей. Если вы просто нажмете manifest, не будет работать. Вообще не прокатит у вас этот manifest. Надо именно ресурс type обязательно указать. Ну и соответственно его ID должен быть обязательно один. Не смущайтесь, что в иконках также есть ID. Это иконки. Это вообще плевать. Вот мы сейчас откроем, например, экзешник в этом. В ресурс-хакере. Давайте откроем. Как раз покажу. Нажимаем правой кнопкой. Отправить ресурс-хакер. И собственно вот для него есть иконки. Давайте развернем. Вот первая, вторая. То есть он их там где-то видит. Вот первая, вторая. Но для, опять же, манифеста это важно, что он именно первый. Как видите, это разные каталоги. Поэтому никаких проблем нет. Он, кстати, даже сделал с верхним регистром. Итак, что мы делаем? Нажимаем просто сохранить. Ничего не имеем. Просто нажимаем сохранить. И нажимаем опять же запустить. Все, ребят. Вот теперь обязательно, еще раз, ID должен быть ID, вот этот вот один. И обязательно RD-манифест. И обязательно файл надо было свой открывать через открыть файл. И вот теперь у нас уже все, ребят, полностью по фэншую. Убили сразу всех зайцев. Всех я не считал, но вы уже можете прикинуть, было их много. Итак, у нас самое главное, что есть теперь экзешничек, в котором несколько иконок. И это все еще с манифестом работает. Следующая проблема, кстати, вы можете заметить. Правую кнопку. Давайте следующего зайца убьем. Перейдем подробно и такие, не понял, а где мое имя, все дела. Я был там, не знаю, Василий сидел, писал, тут оформлял версии. Ее-мое, типа, где такое? То же самое, ребят, нужно в этом ресурсе все менять. Но теперь уже не обязательно в экзешнике. Вы что делаете? Идете в свой проект, бросаете рез сюда и просто правой кнопкой добавите ресурс и выбираете здесь version создать. Ну и здесь, собственно, пишите версия 1.1, версия 1.1.0, допустим, вам хочется, ну-ка, 1.10. И, допустим, туду название компании. Туду название, туду, 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 туду. Вот такой вот будет туду. Вот так вот мы сделаем, чтобы просто видеть, что меняется. Давайте запустить и посмотрим. Идем в папку, идем в BIN. BIN, правой кнопкой, свойства смотрим. Подробно, да. Вот всякие туду-ду. Всякие 1.10. Все, что понамесили. Вот он, исходный имя, кстати, рез, тоже надо поменять. Где тут это был? Original Name. Ну, понятно, все это меняется. Самое главное, что мы сделали. У нас теперь несколько иконок. То есть, самое главное, что мы сделали. Кота. Потому что, если бы не сделали, могло и не получиться вообще. Второе. Это у нас расширение. Теперь можем регистрировать через реестр. Опять же, через запятую 1, 2 и так далее. У нас есть манифест. Третий момент. И четвертая версия и так далее. То есть, можно писать и дальше продолжать работать и не бояться. Поэтому, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А у меня на этом все. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok